Для всех любителей классики. Окунуться в атмосферу танца, музыки и красоты посчастливилось жителям Щелково. На сцене Центрального дворца культуры дали балет в двух актах «Лебединое озеро». Представление привезла труппа артистов русского классического театра балета. Это история любви принца Зигфрида и заколдованной принцессы Адетты. Неудивительно, что все танцоры мечтают исполнить главные партии в балете Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Ведь это настоящая жемчужина русской классики и культурное наследие нашей страны. Мы заглянули за кулисы и узнали у артистов об особенностях образов героев, в которых им довелось перевоплотиться. Очень сложно вжиться в роль и сохранять ее на протяжении всего спектакля. Но он из высшего общества в первую очередь, то есть как бы у него голубая кровь, так сказать. В этом плане мы не схожи. Конечно, он, наверное, да, многогранен. Он может и веселиться с друзьями со своими. Начало балета, спектакль. У него же день рождения. И в то же время он романтик в какой-то степени. В первом акте это нежность, трогательность, трепет. А в черном ПДД, в черном «Лебеде» это абсолютная смелость, где-то даже, может быть, дерзость и колдовство такое, околдовать принца нужно. И затем обратно в «Белого лебедя» перевоплотиться в ту же робкость, нежность, нерешительность. Зрителям, как маленьким, так и взрослым, очень понравилась история о прекрасном «Лебеде». Ведь она не только захватывающая и интересная, но и, без сомнения, очень красивая и трогательная. Превосходно. Давно хотели попасть. Очень понравилось. Все понравилось. Мы посещаем танцы, да, на хореографии. Решили вот как раз посетить, чтобы она тоже знала, как что происходит. Безусловное очарование балета «Лебединое озеро» не только в мастерстве профессиональных танцоров, но и, конечно, в великой и проникновенной музыке Чайковского. Есть мнение, что на ее создание композитора вдохновило озеро в Черкасской области, где он некогда отдыхал. Именно там и обитают прекрасные белые птицы. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова